Приветствую вас. Мне кажется, что есть несколько, а точнее два основных момента, на которые можно обратить ваше внимание в данной ситуации. Первый момент касается того, что у вас, безусловно, есть свои ценности, у вас они есть, у вас они могут быть, и это в какой-то степени хорошо, что они у вас есть. Но мне показалось, что вы пытаетесь навязать свои взгляды другому человеку. То есть, ну, если вы считаете, что размер своей зарплаты открывать не нужно, от близких людей, то это ваше право. Так думать, конечно. Но, условно говоря, другие люди могут считать иначе. И я думаю, что основной момент здесь в том, что вам больно, когда вас отвергают, вам больно ощущать то, что вас отвергают. Вам больно, и вы не знаете, что с этим делать. Как мне кажется, я могу, конечно, ошибаться здесь, но мне кажется, что основная проблема именно в этом заключается. Ну вот. Соответственно, я думаю, что в этой боли, в этой боли, вам чего-то хочется для себя, более от того, что вас отвергает. Вам чего-то хочется, вам что-то нужно. Но мне кажется, что вы это в себе, не знаю, подавляет, что ли, мне кажется, что вы это в себе как-то вот, ну, вы как-бы-то избегаете этого, избегаете того, что вам может быть больно, избегаете того, что вам может быть тяжело, избегаете того, что, ну, может быть болезненно. Мне кажется, что вы, если вы этого избегаете. Вот. А прикрываете это тем, что вы не понимаете людей, которые, значит, там, скрывают фейзер-плеер. Ну, просто потому что люди умеют это делать, имеют право это делать, а имеют право вот. А вы можете не скрывать свой заработок, если вы этого не хотите, не хотите. Вот. Мне кажется, что это, ну, вполне себе справедливо. Вот. то, что вы не можете этого принять, то, что вам безумно больно, как вы говорите, потому что когда вам кажется, что когда не говорят заработать, значит, не скрывают, не доверяют, значит, ее скрывают, я просто вам не доверяют, но с вас отталкивают вам боль. В этот момент вы начинаете, как мне кажется, вы начинаете противиться чему-то, чему-то в себе, мне кажется, в этот момент вы начинаете себя, ну, так или иначе подавлять, что ли. Вот. И я не думаю, что это хорошо для вас. Я не думаю, что это, ну, что это на пользу вам, честно говоря, честно говоря. Вот. Я думаю, что чем быстрее вы поймете, чем быстрее вы разберетесь в себе, тем лучше будет для вас. Мне так, по крайней мере, чем быстрее. Кажется. Кажется. Ну, вот. Потому что сейчас это выглядит так, как будто вы пытаетесь просто за счет требования. За счет требований. Вот. Человека. Вот. За счет требований. Вот. Ну, своего партнера. Вот. Мне кажется, что за счет этого вы пытаетесь, ну, условно говоря, компенсировать свой страх. Вот. Свой страх от того, что вас, ну, например, например, бросит. Вот. Свой страх от того, что вы также можете остаться одна, например. Вот. И так далее. Мне кажется, такой момент. Вот. Притом, что это, ну, позиция за вашу проблему никак не решает. Вот. Ну, то есть. Данная позиция, данная позиция никак не решает ваши, ну, трудности. Вот. Если вы, если вы, если вы, ну, понимаете, что я имею ввиду, конечно. Вот. Так что, на мой взгляд, тут вам нужно обращать внимание на это. Да? Следующий важный момент заключается в том, как вы относитесь к, ну, к выборам другого человека, к решениям другого человека, да? Потому что, ну, решения могут быть не всегда такими, которые нам понимаются, да? Которые в нас в голове укладываются. И важно уметь на них реагировать, реагировать, ну, я думаю, позитивно, чтобы человек не чувствовал, что его личные границы нарушаются. А вот, как мне кажется, как мне кажется, что ваши действия, правильно, ваши действия, они про то, что, ну, вот, что нарушаются границы вам другого человека, понимаете? И это может быть проблем для, допустим, ну, допустим, для того, как вы устраиваете взаимодействие с своими партнерами, с своими людьми, да? Которые, вот, ну, условно говоря, ну, с вами находятся. Которые, условно говоря, выступают с вами контакты. Ну, я не говорю, конечно, о терпимости, терпимости, да? Я не пытаюсь, я не пытаюсь говорить о терпимости, мне кажется, что это не совсем уместно было бы говорить о терпимости. Я хочу сказать именно о том, что вы можете серьезно отталкивать человека к, ну, таким, подходом. Вы можете серьезно отталкивать человека к таким поведением. При этом вы остаетесь сами по себе, вы остаетесь при этом нереализованы, да? Сами вы остаетесь не удовлетворены, потому что, ну, условно говоря, вы чувствуете себя непонятно и так далее. Вот. И мне кажется, что если бы вы были честнее с собой, вот, это не всегда позже, но, важно, вы бы увидели, что вам хочется, ну, понять, эм, человека, да? Вот. Ага, по каким-то, эм, вам хочется близиться с, э, человек, вот. Но вы им об этом не говорите, о том, что, э, что вы нуждаетесь в нем, например. Вот. И, э, может быть, если, э, если бы вы, э, вы, ну, высказывали бы эту позицию, что вы нуждаетесь, ну, вот, у человека, что вы, э, там, что вам необходимо, там, чтобы в вашей жизни было и так далее, чтобы вы, может быть, увидели для себя, э, что мне это нужно вообще. Вот. Ну, может быть, тогда, тогда вам было бы ком, 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 комфортнее, может быть, тогда вам было бы, э, лучше, может быть, тогда для вас, э, э, не было бы, э, так, важно, чтобы человек делился, делился с вами, теми вещами, которые, которые, которыми, ну, ну, чисто, чисто, объективно, э, делиться, может, не хотеть. Ну, просто вот, потому что человек, такие, такие ценности. Вот. Если вы, э, значит, ну, по какой-то причине, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Например, по какой-то причине, если вы не готовы принять этот выбор, то вам нужно, наверное, в первую очередь, признаться себе в этом, что я не могу этот выбор принять. Я не могу, ну, признать, принять точнее, что вот человек, например, там, ну, скрывает то, что вот, ну, мне кажется, там, да, скрывать не нужно. Ну, к примеру, допустим, это ваше право, ваше право, на самом деле, ваше право так думать, ваше право так полагать, ваше право, как бы, как считать. Понимаете? Вот. Но идея здесь, на мой взгляд, заключается в том, чтобы вы не, как бы, приняли до конца свою позицию. Потому что есть большая разница между тем, когда вы пытаетесь, например, человека переделать, да, когда вы пытаетесь человека поменять, поменять, когда вы пытаетесь, ну, условно говоря, обязательно свою позицию, когда вы смотрите на, например, людей, да, когда вы смотрите на людей, которые, которые разделяют вас с точки зрения, которые, ну, ставят так же, как и вы, например. Понимаете? Это, вот, я бы сказал, разные вещи. Вот. И вам нужно, мне кажется, искать, возможно, вместе со специалистом, баланс, в этом, для себя. То есть, чтобы вы учились находить баланс в этих аспектах. Чтобы вы учились, чтобы вы смотрели, чтобы вы понимали, чтобы вы чувствовали и выражались, чтобы вы были более честны, или правильнее сказать, более честны, наверное, с собой. И, как мне кажется, тогда ситуация будет гораздо лучше для вас, гораздо легче вами восприниматься. Вот. А так просто вы давите на человека, если он понимает, это как агрессия. Здесь, мне кажется, сложность в нескольких плоскостях находится. Одна из плоскостей – это плоскость ценности. Вторая плоскость – это плоскость восприятия. То есть, ну вот, плоскость того, как вы это видите для себя. В каком контексте вы это видите для себя. Мне кажется, это важный момент, если мы рассматриваем вашу ситуацию максимально подробно, если мы рассматриваем вашу историю максимально приближенно, так сказать, вот, не пытаясь, не пытаясь там, ну, что-то, что-то убрать, что-то утаить, да, и так далее. Вот. Не как-то так. На этом всё. В принципе, я надеюсь, надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Я надеюсь, что вы сделаете для себя, ну, определённые выводы. Надеюсь, что вы примите во внимание то, что я вам постарался донести. Вот. В контексте вашей проблематики. И, соответственно, надеюсь, что вы выберете для себя такое решение, которое позволит вам двигаться вперёд. Надеюсь, что мой ответ даст вам почву для формирования обратной связи, которая, в свою очередь, подходит началом психотерапии. Спасибо.